Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о том, кто же я такая. Если вы видите меня впервые и вы впервые на моем канале, советую посмотреть другие интересные видео. Их очень много. Я являюсь детским стоматологом, который переехал в Америку 10 месяцев назад. Я выиграла в лотерее Green Card. Сейчас расскажу немножко предысторию. Я, если честно, никогда не собиралась никуда переезжать, но несколько лет назад я начала об этом задумываться, и у меня был вариант переехать либо в Чехию, либо в Америку. Недолго думав, я решила, что я перееду в Америку, потому что в Чехию я всегда успею переехать. И я уже здесь 10 месяцев, работая с тентом стоматолога, так как работать врачом в Америке без лицензии нельзя. Даже с таким огромным опытом. Но я не отчаиваюсь. Сейчас я работаю в очень классной, замечательной клинике в Беверли-Хиллз. Вы также можете посмотреть об этом мои другие видео. Так что сейчас расскажу вам историю. Поехали. Я родилась в 1992 году в Солнечной Чувашии в городе Чебоксары. Прожила я в Чебоксарах много лет, вплоть до окончания своего университета. Я обучалась в медицинском университете, Чувашский государственный университет. Закончила я программу по стоматологии, которая длилась 5 лет. Расскажу немножко о себе. Я жила в Чебоксарах долго. Мне там очень нравилось, но этот город был для меня немножко маловат. Я училась в гимназии в городе Чебоксары. Я училась всегда очень даже хорошо. У меня были хорошие оценки. Я любила учиться, любила ходить в школу. И вообще я была в детстве очень жизнерадостным ребенком. Мне все нравилось в Чебоксарах, но этот город показался мне немножко маленьким. И после школы у меня был выбор, куда же мне поступать. Я решила, что я буду поступать на стоматолога еще в 9 классе. Потому что до 9 класса я думала, что я буду поступать на переводчика с иностранных языков. Но судьба так распорядилась, что у меня очень хорошо получалась биология и химия. Мне они давались очень легко. И я решила, что я пойду на стоматолога учиться. Потому что я где-то в 14 лет начала носить брекеты. И мне показалось, что быть стоматологом очень даже классно. И я пойду учиться на стоматолога. Тем более все предметы, которые нужны были для поступления в медицинский университет, у меня хорошо получались. Я усердно готовилась в 11 классе к поступлению и к сдаче ЕГЭ. Когда мы уже начали сдавать ЕГЭ, это были первые года, когда мы сдавали ЕГЭ. Это был 2010 год. Я сдала ЕГЭ очень даже неплохо. И у меня были хорошие баллы для поступления в медицинский институт. Я готовилась в 11 классе очень сильно усердно к поступлению в институт. И даже, если честно, никуда не ходила, не гуляла с подружками, никуда не ходила. Сидела дома и чисто готовилась к поступлению. Мне очень важно было поступить на бюджет. Я подала в несколько университетов. Мы с моей подругой поехали в Москву подавать документы. Подавать документы в Санкт-Петербург. Тогда я впервые побывала в Санкт-Петербурге. Я обожаю этот город. И я думала, что переехать нужно в какой-то большой город. Либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Но после того, как я подала все документы, было уже понятно, что я прохожу как в Санкт-Петербург по баллам, так и в Москву. Но почему-то я побоялась поехать. Либо я как-то подумала, что не хочу разлучаться со своей семьей. Что я поступлю в Чебоксарах, в медицинский институт. И буду ходить туда. Поручусь там 5 лет. А потом буду смотреть, куда же мне переезжать. После того, как я поступила в институт в Чебоксарах, я почему-то так меня не оставляла это желание переехать в Москву. И я решила, что, скорее всего, после первого курса я переведусь в московский вуз. Потому что баллы по ЕГЭ у меня были хорошие. Я могла еще раз подать повторно второй год. Использовалась могла эти результаты. Но к концу первого курса почему-то я решила, что, наверное, все-таки я не буду ничего менять. И останусь в своем институте. Потому что институт мне очень нравился. У меня были хорошие одногруппники. Были хорошие преподаватели. И в моем институте разрешали что-то делать руками. Учеба в институте мне очень нравилась. И где-то с третьего курса нам уже разрешали делать что-то своими руками. У нас была практика в летний период. Мы делали внутривенные инъекции, уколы. Вообще многочисленные манипуляции. После второго курса у нас была практика в поликлинике, как медсестра. А потом уже дальше была профильная практика. И на профильной практике я лечила свою маму, лечила своих подружек. Можно было начать уже руками что-то выполнять. Это мне очень нравилось. Потому что когда впоследствии я общалась с людьми, которые учились в Москве или в Питере, я знала о том, что эти люди, к сожалению, не получали никакой практики. И они до выхода на работу, к сожалению, руками ничего не делали и не практиковались. Конечно, не все я не утверждаю за всех студентов. Но многие из них, к сожалению, не получили какого-то хорошего опыта. Благодарна своему университету, что он дал мне такую возможность поработать руками в процессе обучения в университете. Когда наступило время заканчивать институт, это был уже 2015 год, я решила, что я буду все-таки переезжать в Москву. По семейным обстоятельствам я все-таки подала, сразу после окончания института, я подала документы в московский вуз, в институт дружбы народов и переехала в Москву. Так началась моя жизнь в Москве. В Москве до отъезда в Америку я прожила 7 лет, отработав 5 из них в стоматологии, врачом-стоматологом, и еще 2 года я отработала ассистентом-стоматологом. Хочу сказать, что практика ассистента-стоматолога очень важна для работы врачом, прежде чем вы закончите университет. Если вы врач-стоматолог, который учитесь еще в институте, и хотите как-то больше вникнуть в профессию стоматолога, то рекомендую вам обязательно устроиться на подработку в стоматологию ассистентом-стоматолога. Именно оттуда я подчеркнула огромное количество хороших навыков, которые мне пригодились в дальнейшем, когда я уже стала врачом работать. После того, как я переехала в Москву, я поступила в институт. Я отучилась 1 год в институте дружбы народов в интернатуре. У меня была огромная практика с онкобольными. Я работала на Калужское метро, в Российском центре рентген-радиологии. Также работала в РУДН лаборантом. Я иногда вела пары у студентов, когда были замены. И так познакомилась, кстати, с многими своими ассистентами, которые в будущем мне помогали впоследствии. И еще также они уже сейчас стали врачами полноценными и ведут свои приемы. Мы стали коллегами. Это было очень прикольно, когда мы... Сперва я их обучала, потом они были мне ассистентами, а потом мы стали уже полноценными коллегами-врачами. Интересно наблюдать за людьми, когда они проходят свой путь вместе с тобой. Я хочу сказать, что если у вас есть возможность работать с ассистентом-стоматологом, обязательно идите. Когда я училась в РУДН, я нашла работу ассистентом-стоматологом в Москве. Сперва на частичную занятость, потом на полную занятость. Я стала работать ассистентом-стоматологом в стоматологической клинике в районе Солнцево. Если вы знаете такой район, напишите в комментариях. После того, как я работала ассистентом, мне очень сильно повезло, что девушка, которой я ассистировала, врач-детский стоматолог, уже уходила в декретный отпуск. И я как раз-таки к этому моменту заканчивала свою интернатуру и получала свою сертификацию именно по детской стоматологии. Как я решила стать детским стоматологом? Очень просто. Я несколько лет ассистировала детскому стоматологу и решила, что это классная возможность, мне это нравится. И я хочу продолжить свой профессиональный путь именно в детской стоматологии. Сейчас, конечно, немного мои взгляды меняются и посмотрим, что будет дальше. Детская стоматология, конечно, это очень специфичная сфера. И ты, когда работаешь с детьми, очень сильно эмоционально устаешь. Эмоциональное выгорание у тебя идет, потому что дети, к сожалению, не могут пережить спокойно прием у врача-стоматолога. Это не очень приятно даже для взрослых, но для детей это еще в 100 раз неприятнее. Поэтому мы посмотрим, что будет дальше. После того, как я работала ассистентом несколько лет детскому стоматологу, как раз-таки девушка уходила в декретный отпуск, и мое руководство предложило мне стать детским стоматологом у них в клинике, так как я хорошо себя проявила на должности ассистента-стоматолога. Я считаю, что мне несказанно повезло, потому что сейчас в данных реалиях, когда везде требуется большой опыт работы, найти работу врачом сразу это, наверное, очень сложно. И люди по несколько лет не могут найти работу врачом после окончания института. Но рекомендую вам устраиваться ассистентами, и возможно вам повезет, и вас возьмут на эту работу. После того, как я стала стоматологом детским, я отработала на этой должности 5 лет. Работала я где-то в 3-4 клиниках за всю свою жизнь. У меня были долгие такие контракты. Я работала по 2-3 года в одном месте, совмещала иногда 2 работы. Было сложно, но это, в принципе, было приятно. Мне нравилась моя работа. Я работала в среднем 4 дня в неделю, и некоторые дни из них были всего лишь по полдня, по 6 часов смены. Смена в стоматологии обычно 12 часов, если ты работаешь в частной клинике, либо 6 часов, также полсмена, если ты работаешь в частной клинике. Конечно, многие люди писали мне в комментариях о том, что, Дарья, зачем вы уехали, как вы могли оставить работу стоматологом. Это же так странно, что вы такую хорошую зарплату оставили и решили переехать. Расскажу вам сейчас, если вы не видели мои остальные ролики, почему же я решила переехать вкратце. Мне просто было интересно повидать что-то новое, пожить в другой стране, вообще посмотреть, как живут люди. Потому что мы все с вами смотрели американские фильмы, мы все с вами слушали американскую музыку. И вообще люди, которые эмигрируют, они очень много чего рассказывают, и хочется своими глазами увидеть не просто как путешественник в другую страну, а реально пожить в ней, реально насладиться всеми красотами не за две недели в отпуске, а за долгий срок. Мне это показалось очень интересным. Я подумала, почему бы не переехать. И я выиграла в лотерее Гринкард. И этот шанс и возможность, я думаю, упускать было бы немножко глупо. Плюс ко всему, мне повезло, и у меня был не такой сложный путь в процессе эмиграции, о других ситуациях и случаях. Я вам расскажу в следующих видео. Я пообщалась с другими людьми, которые переехали тоже в Америку. У них был достаточно сложный путь по сравнению с моим. Чем я еще занималась вообще в процессе жизни в Москве, вообще в своей прошлой жизни? Какие у меня были хобби, увлечения? Последние годы я ходила на зумбу. Это такие прикольные танцы. Я также с 14 лет катаюсь на сноуборде. Ездила на Красную Поляну или каталась в Подмосковье, в Москве, в Казани. Мне очень нравится сноубординг. Но так как я была стоматологом, на несколько лет, к сожалению, я забросила это увлечение, потому что я боялась сломать руку или еще что-то, упасть как-то неудачно, потому что все-таки моя работа очень сильно зависит от моего физического состояния. Если что-то будет не так, я не смогу работать, конечно, это была бы очень грустная история. Поэтому сноубордом я занималась достаточно плотно в зимний период, но несколько лет у меня был перерыв. Еще я занималась волонтерством, но это было не очень долго. Я ездила в приюты к хаске, я брала собаку из приюта в Чебоксарах, я ходила в приют в Чебоксарах несколько лет, помогала убираться за животными, мыть их, делать уход за ними и так далее. Мне это тоже очень нравилось, я вообще обожаю животных, и я не всегда могла иметь собаку дома, но были какие-то компромиссы, вот я ходила волонтерить и так далее. Еще я занималась, ходила в спортзал много лет, я себя помню, наверное, в спортзале лет со 17, когда мы впервые пошли с моей подружкой в спортзал в 11 классе, это был спортзал, не знаю, за 200 рублей в месяц, какой-то просто жесткий, в школе находился, мы проходили туда два года, потом я уже начала ходить в классные профессиональные залы, помню, что когда я училась в университете, у меня были большие перерывы на обед в университете между лекциями и парами, и в этот обеденный перерыв я ходила в зал, было очень круто. Здесь же я тоже хожу, кстати, в зал, у меня в комплексе в Америке есть бесплатный зал, я хожу туда каждый день почти, конечно, тренажеров там не очень много, но, в принципе, хватает, если ты знаешь, что делать, мне это очень нравится, но я очень сильно скучаю по зумбе, к сожалению, не могу найти здесь прикольное занятие с зумбой, потому что у меня в Москве были очень классные тренера, девочки, если вы видите это видео, привет, и я ходила туда с очень большим удовольствием, но здесь, к сожалению, нет какого-то энтузиазма ходить на зумбу, и пока я, к сожалению, за 10 месяцев так и не взяла себя в руки и не пошла на эти классные танцы. Если вы никогда не пробовали зумбу, и это есть у вас в тренажерном зале, советую ходить на групповые программы, это очень интересно и классно. Я много лет не понимала, что такое групповые программы, стала туда ходить буквально за год до своего отъезда, потому что я всегда думала, что групповые программы не для меня, но когда начала ходить, мне очень понравилось, и я с радостью это делала. Еще хочу сказать, что я фанат разных сериалов, фанат разных фильмов, мой любимый сериал – это «Игра престолов», я часто его пересматриваю, я также фанат «Гарри Поттера», хочу съездить в «Орландо», в «Мир Гарри Поттера», в «Юниверсал Студио» и обязательно посмотреть на это своими глазами. Возможно, я поеду в Майами, заеду в «Орландо», в «Юниверсал Студио» и прогуляюсь там, и засниму для вас классный блог. Кстати, я еду в «Чикаго» уже на следующей неделе попутешествовать, посмотреть, как же выглядит «Чикаго», потому что я хочу поездить по крупным городам Америки, чтобы посмотреть, как вообще живут в других городах, не только в Лос-Анджелесе, мне это очень интересно, но об этом вы увидите также в следующем блоге. Спасибо большое, что вы были со мной это время, и я рассказала вам все, что хотела. Увидимся в следующих видео, всем пока и до встречи! Продолжение следует...